Так, ребят, у меня, в общем, для меня плохая новость, батарейка на телефоне села, но вот Олег мне предоставил свой телефон, снимаю, у него две батарейки с собой, сейчас пойдем, подойдем, наверное, к BMW, посмотрим, что там есть, то есть мотоцикла BMW, но я уверен, что мы просто сегодня не сможем все обойти, для этого очень много павильонов и очень много представителей здесь. Так, ну вот, посмотрим, что тут на BMW, это что за модель такая? Старый. Старый, да. Это 56-го года выпуска. R66-66? Примерно 56-го года выпуска, я думаю. Смотри, какие цилиндры обломать без проблем, да? Ну да, это как на... BMW, это единственный мотоцикл, нет, наверное, еще есть, а BMW, у них Boxster Motor называется, у них в стороны цилиндры, как на Урале. Ну да, вон даже новая модель, да, стоит. Да, да, тоже так. Как на Уралах, или на Днепрах, да? Да, да. Урала тоже сделали, как по... своровали у BMW, у немцев. Вот полицейский стоит. Дуро, вот полицейский сделали такую. Как обычно, все облеплено. Сирена. Так. Олежа, можешь полицейский взять? А, сфотать? Давай, раз, два, три. Классно, что можно при съемке, да, параллельно видео делать. Вот роллер, смотри, такой сделали от BMW новый, 650 кубиков. А вот этот электрический почти похожий был, да? Да, я говорю, они электрически на эту же раму посадили, электрический мотор. Вот такой прикольный тоже, вообще классный такой, спортный счет. Обалденный. Сколько стоит? 11 штук. 11,650, вот цена. Ну, где-то в районе 9-10 тысяч их можно в магазине купить. Ну да, тут написано еще, что в Германии. Вот прикольный, 650 кубиков. Вправо, влево, вправо, влево. Не стоит. А, ну тогда вверх. Вот, я нажал, нету прессы. Давай вот этот посмотрим. Здесь может стоять. Что, 1,650? Тут тоже так же, в районе 10 тысяч где-то в магазине он будет стоить. Ну, BMW, я смотрю, здесь немало площади занял. Ну, немецкий представитель. Это BMW, это фирма делает альфа-рейсинг, да? Это аухмотцинги вот эти вот, тюнинги. А, тюнинги, да? Сейчас посмотрим просто. Так, это что у нас? 146 лошадиных сил. Это такой, турер. Powerboxer. Да. 146 PS, лошадиных сил. Чем-то похож на КТМ, да? Мордор. Это как турер такой, турер делает, знаешь, райзинг такой. Вот колесо. Маленькие колеса у него, это не для Геленды. Такие есть, такие есть Адвентура. Ну, то есть, Олег говорит, не по бездорожью, он? Это по дорогам, по асфальту ездить на большие расстояния, так и ездить. Хорошая, ну, нахуй. Байка-бокс, рейсинг. Так, ну, Олег меня ведет. Он, так сказать, эксперт. Ну, это 1200 кубиков. Турер тоже такой. Очень хорошая BMW. Есть такая Адвентура. Не вижу ее сейчас здесь, не увижу подальше, там, вон там, наверное. Ну, по бездорожью есть, которые в Африке ездят. На рели. Это F-Huller. Пойдем посмотрим, сколько стоит. F-800, да? Ну, их не фойлят сильно, мне не нравится. 11-208. 11-208, что, они мне не нравятся. Вот эти GS намного лучше. Это GS-700, а там есть 1200 кубиков. Вон там стоит. Красный, не тот? Красный, да. Пойдем посмотрим. Красный. Красный, вот этот вот. Вот этот тоже 1800 кубиков. Может, 800 кубиков, 1200 кубиков, значит. Но это также стоит 11-280 кубиков. Это тысячный. Но это простая модель, XR. Это не Адвентура. Адвентура вон там 1200 будет стоять. Вон те. Ну-ка, посмотрим. Нет, это тоже 1000 кубиков. Тоже 1000 кубиков, да? Вон тот, вон 1200 кубиков. А вот тот 1200, да. Вот сюда 1200 кубиков. Ну, он уже и помощнее немного выглядит. Вот они все три вот этих вот 1200 кубиков. Давай посмотрим. Ну, тут цены нет, я вижу. 1200 кубиков. 1200 кубиков. Что тут я не хочу? Ну, ладно, я вот так засниму. Вот это Адвентура вот уже для бездорожья предназначен. Хороший мотоцикл. Обалденно. С чемоданами. Со всем. Удобный. Очень удобный. Черный ромб такой же. Вот Олег говорит R1200. Отличные мотоциклы. Что, фото? Давай. Давай. Раз, два, три. Это виски-кола у него в руках, кстати. 360 стоит. В киоске купили. Тут все дела, да? Да, это вот для бездорожья. Самый ништяк тоже тачка. И это должен свой гундарт. У него карданный привод. Кардан? Да, у него нет цепи. У него карданы, они все практически. Только вот эти F серия. Да, я видел, что пару вариантов с цепями. Сейчас сзади сниму еще немного. Так, народу куча. Ребята, не пройти. Вот Олег говорит, кардан. Смотри, как у него работает. Монитор. А, такой джойстик на руле. Можешь все тут регулировать, подстраивать. Сколько? Круто, круто. А это что? Ну, вот это, например, Алифельги, да? Диски. Они дисковые, да, Алифельги, которые с алюминия. Они не очень ценятся. Вот эти вот со спицами, это очень хорошие колеса. Здесь только колеша стоят примерно до 1000 евро. Одно или два? Я не знаю точно, но они намного дороже, чем эти. Чем вот эти дисковые. И они хуже, эти лучше. Не знаю, от чего, это у специалистов надо спрашивать. Так, ну еще раз посмотрите, сколько народу же здесь. Вот спортивная боевая здесь. Сейчас я вокруг дам, покажу, сколько народу. Просто киршил. На смысле, наверное, сам, ага, если честно. Это R-серия пошла уже, спортивная такая. Ну вот так. Оптика мне очень нравится. Он такой вот. Интересно вот здесь сделано так все. Тафометр. Вот этот красивый красный вот, обалденный. Да, сейчас пойдем к нему подойдем. Они тоже по-разному. Вон они, Адвентура, ездят на экране. На экране, да. Вот они, BMW Адвенчу. На видео. Так, мы пойдем еще красный посмотрим, вот этот. Адвентура, на видео о моемете. Ну и – чем? Коману, да. И, как с мами. Да. Ну, да. Видите, что, вы знаете, что мы здесь. ? На этом, да. Да. Снюю трейдер. Да. Да. Адвентура. БМВ, конечно, тут присутствует Теперь вот эти туреры, которые для путешествия придуманы А это машина уже с музыкой внутри, с навигаторами Со всей ерундой Здесь навигатор ставится А вон стоит в одном В следующем стоит навигатор Не, ну вообще Смотри, какие глушители Сейчас вот этот борзо выглядит Так, Олег говорит, обратите внимание на глушители Какие глушители? 6 штук 6 штук, да Вот так вот выглядят 6 глушителей Все дела Ветерин светится, как в самолете Тоже кардан, да? 6 цилиндров, что ли, у него стоит 6, видишь? Я думаю, что это 6 цилиндров, надо прочитать 1600 кубиков 1600 кубиков Вот он Ты его только крутить можешь Ну, нет, ты его так можешь поворачивать Ну вот он стоит, в общем Это что, я не знаю, противо-туманки или что-то снизу? Это такие специальные фонари дополнительного света, чтобы тебя лучше было видно на дороге Ну и как противо-туманки тоже работают Раньше такие сами ставили, а теперь уже заводские идут А вот снизу еще подсветка, видишь? Чисто дорогу освещает О, а тут прикольно тоже Ну, в общем, когда пока вот сколько мы прошли за это время, да? БМВ пока больше всех представлен здесь Ну, массово я имею ввиду То есть очень много мотоциклов от БМВ представлены здесь И здесь опять БМВ Вот эти, Олег, что можешь сказать? Это тоже такие туреры для Райза Они тоже самые примерно Тоже 1600 Только эта серия была, я не помню GT, да? Этот К Это примерно то же самое Ну, тут тоже GT написано Да, это тот же самый мотоцикл Просто он синего цвета Красного цвета У него стоят спортивные Аусь Куфов Акропович Говорит, глушитель спортивный А вот этот? Это очень престижная фирмочка от глушителей Очень хороший звук от этой глушителей Вот этот тоже прикольный Очень хороши Вот этот у нас Ставка Белый Белый Отечественное Молоко Время Время Белый Тlloween Твое Пороб Стрел Твое Отечество Твое Обор Короче, это тюнингс фирмы, которые на BMW, на любые другие мотоциклы тюнывают просто мотоциклы. Вот это говорит Олег, это тюнингс фирма? Своими деталями. Илнбергер. Да, это все приватные. Карбон партс, то есть с карбона еще делают? Да, с карбона делают, там со всяких других материалов. А спортивные где стоят? Вот это спортивные. А-а-а, это все S. Это R-S, вообще прикольный мотоцикл. Вот R-S стоит. Вода тоже прикольная. Олежа. Смотри, вперед, короче, сюда выходит. А-а, вот так. Да еще он оба. Окей. Прямо на холм. Прямо на холм кляпну. Угу. Да. Прикольно. Что? Одно слово. Вот этот вот. Вот этот мне понравился. А-а-а, спортивный. Вот они ржут. Ну, сидушка, я тебе говорю, капец, в попу врезаться может. Ну да. Олег говорит, все пластик. Все пластиковое. Все такое дешевый материал, а стоит бешеных денег. Олег. Так, я его спереди еще немножко прихвачу. Вот Олег подзывает. Вот эта хорошая одежда прорекламировала. Вот комбинезон спортивный для спортивных мотоциклов. Перчатки, сапоги, моторный шлем. И вот эта фирма Акропович, которая выпускает очень хорошие звучные глушители. Вот ножки, хорошие карбоновые защитные такие щиточки. Видишь, тут очень свет, такой фонарь яркий. Отсвечивает немного. Вот тысячная модель S. Тоже хорошая. Фары у них все, да, разные? То есть правая и левая сторона. Черного цвета. Вот это стоит. Потом шопперы. Пойдем шопперы посмотрим. Пойдем шопперы посмотрим, да. Шопперы вот здесь прямо с того. Внизу или подвнизу? Внизу вот шопперы. Такие. Тоже как типа подобия Харлея, что-то такое. У них таких конкретно нету в модели. Ну, похоже, что-то между есть. Вот такое вот. Нет, нет. Приклик. Вон там, Олег. Пойдем вон с двумя глушителями. Интересный. В принципе, та же самая модель. Просто вот маленько по-другому сделали. Что касается они? Виагу. Рейнточек. Я не знаю, что тут нету. Моговicial, ребята, ись бросить. Все營어가 они ли поэтом, Офигенный тоже Вон рейс-машина Стоит одна Так, Олег зовет Значит, что-то увидел опять Вот это аппарат, да Вот это уже на гоночные Они уже как бы не предназначены для простых улиц Они уже такие для формулы Спортивные, в общем Спортивные, короче Я не знаю, как сказать по-русски Тут написано BMW Motor Ну, тут я не знаю, сколько я сейчас посмотрю, дату его Это же мусор 215 лошадиных сил У него Я думаю, где-то порядка 1300-1400 кубиков Примерно А что значит HP? А что значит High Performance? Это тысячный, у них 1000 кубиков 15 PS Вот, у них 230 PS 230 лошадиных сил И он идет BMW S1000 1000 кубических сантиметров двигатель Ну, он не тяжелый 169 По сравнению Ну, но это спортивный Ты не можешь тяжелыми управлять Так, на улице 200 На стандшоу были Поэтому они и идут как для Не для улицы, а для ринга Так, что, куда пойдем дальше? Выключаю, пойдем покурим Пойдем покурим Стандшоу полтретьего будет Практически в каждом павильоне есть вот такие выходы на улицу Из павильона в павильон можно перейти здесь Вот видите, напротив Вот тут опять карбоновые части Так, немного покажу тут Как выглядит Вот там у нас Suzuki, да, мы еще не были Yamaha В общем, дня тут не хватит Я уже заснял, я как раз круг сделал Вон там, сверху Я его заснял уже То есть Кельн Мессе? Да, это Кельнский ВДНХ по-русски